В этом инстаграме, в этом тексте, там был один момент, я когда читал, вспомнил свою беседу, тоже в рамках важной персоны, с вашей бывшей соведущей по «Железном лиде», с Маргаритой Симоньян, вот она мне рассказывала, что вот харассмат харассматом никто не говорит про этих дедушек. Очень важно, нас же будут смотреть молодые журналисты, вот там, допустим, вы же понимаете, что есть большое количество молодых журналистов, которые, может, вас уже и не знают, и меня не знают. Да, большинство, да, ну, кинотеатр, ну, давайте вот это вот будет. Нет, Жень, вообще к этому надо относиться нормально, идет аргетирование аудитории, аудитория декомпозируется на разные группы по разным интересам, но вполне себе есть группы, в интересы которых я не вхожу, входить не буду, это нормально, то есть, вы понимаете, нельзя... Да, ну, конечно. Например, опишите мне такую страту. Ну, я хочу вам привести, например, примеры девочек, которые увлекаются, например, мейкапом. Я им вообще могу быть неинтересна. Вот есть огромная группа ВКонтакте невероятных девчонок, 15-16-летних, которые зарабатывают уже на этом деньги, и им вот интересен исключительно лайфстайл. Я все время анализирую, что людей интересует в связи со мной. По-моему, вы такая ролевая модель для вообще, для любой девочки. Для целеустремленных, да. Я же анализирую. В этом смысле я люблю технологии и люблю все подтверждать фактами. Меня, я интересую тех, кто любит спорт, здоровый образ жизни. Эта аудитория, правда, полностью моя. И деньги. Знаете, я вам скажу, прям последовательность я смотрела. Те, кто интересуется здоровым образом жизни, интересую конкретно и являюсь реально лидирующей ролевой моделью для них. Дальше идут те, кого интересует профессия, карьера, молодежная политика. Вот именно молодежь, потому что они во мне видят человека, который с ними готов говорить на их языке, и не боится критики конструктивно, не боится показаться смешным, не боится в чем-то не соответствовать, и понимает, что во всем соответствовать нельзя. В этом дальше, вот знаете, только-только стали набирать, например, влияние посты, связанные с моим гуманитарным вкладом. Я все время хочу рассказать, какие книги надо читать, какое кино надо смотреть, как мне кажется, и обратно получать фидбэк, а что вы читаете, а что вы смотрите. Но только-только к этому привыкают, потому что картинки и длинные посты в Инстаграме, если вы обратили внимание, они гораздо меньше набирают лайков, шейеров. Ну, изображения там доминируют. Конечно, где просто красивая фотография с красивым мейкапом, то, о чем я вам говорила. То есть, если упростить свой монолог, я хочу через картинку нести содержание, я пытаюсь, Женя. Но не всем это надо. Гораздо большей популярностью всегда пользуются просто картинки. Чем проще, тем легче воспринимать в большом количестве контента. Я пытаюсь через это усложнять разговор с аудиторией. Поэтому вполне себе есть люди, которые не хотят усложняться. Зачем? Это нормально. Поэтому, возвращаясь к тому, что я говорила, здорово, что нас видит молодое поколение, я уверена, я-то везде ссылки дам, чтобы нас молодежь посмотрела. И вот вы это прекрасно знаете. Что такое заниматься расследованием, что такое собирать источники, что такое находиться в опасности. Потому что, когда ты, собственно говоря, начинаешь копаться в какой-то теме, которая может представлять опасность для чиновников, для власти, ты сам находишься в опасности. Так было, извините меня, 20 лет назад. И так может оказаться сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова